Помощь раненым, работа в тылу, разведки и атаки – все это истории участниц Великой Отечественной войны, женщин Ярославского края. Об их подвигах и судьбах рассказывает выставка «Женское лицо войны. Слава вам, Ярославны», открывшаяся во Дворце культуры. Этот взгляд на войну, он несколько другой. Вы сегодня познакомитесь и увидите, как сказала уже Ольга Хитрова, с труженицами тыла, с воинами Великой Отечественной войны. Но я хочу сказать, что действительно, не просто на войне было сложно, сложно было и в ТУ. И вот сегодня хотелось бы, чтобы каждый из вас, прочитав короткие справки биографии, для себя тоже вспомнил, а кто у них был на войне. Инициатором передвижной экспозиции выступил Ярославский областной союз женщин при поддержке регионального правительства. На торжественном открытии был представлен видеоролик с участием героинь проекта, сделанный на презентации выставки в Ярославле. Там все было. И не такое было испытать. А мне было тогда только 21 год. И я работала. А работать приходилось много. 23 фотографии жительниц региона. Одни бомбили фашистов, другие трудились в тылу, в колхозах и на заводах. Спасали солдат, выхаживали детей. Всего из Ярославской области на фронт было направлено 26 тысяч женщин. Среди них легендарная летчица, первая женщина, герой Советского Союза Валентина Гризодубова, председатель антифашистского комитета советских женщин, правоприемником которого стал Союз Женщин России. Летчица, полковник, участница одного из рекордных перелетов, участница Великой Отечественной войны, первая женщина, командир боевого полка. С апреля 1942 по апрель 1944 годов 101-й авиаполк, возглавляемый Гризодубовой, участвовал в обороне Сталинграда, битве на Курской дуге, левобережной и правобережными районами Украины, под Ленинградом. Каждый муниципальный район области представил одного героя. От Углича выбраны женский батальон «Зенитчиц» и Валентина Новикова. Валентина Федоровна прошла всю войну, работала врачом, награждена орденом Красной Звезды, в мирное время работала педиатром, заведовала детской поликлиникой. Одно из условий было, мы представляли одного представителя муниципального района, то есть здесь представлено 23 экспоната, то есть это представители каждого района, это самая лучшая женщина, по мнению, наверное, жителей района, который представлял эту кандидатуру. Женщины были командирами воинских частей, умели и крепким словом, как говорится, разговаривать, с кем надо было. Солдаты таких женщин ласко называли «мама», «мамка», а мужчин, конечно, «баня». Поэтому женское лицо, которое, если можно говорить, что у войны нет женского лица, мне кажется, ошибочное понятие. Конечно, есть лицо. Без женщины ничего у нас на нее не вышло. Цел, какой надежный должен был быть, чтобы обеспечить обмундирование, оружие и всем остальным, которые необходимы для победы Великой Отечественной Балаконии. Среди тех, кто пришел на открытие, Людмила Зубарева. В годы войны, будучи подростком, работала на Угличском часовом заводе. Тогда один лозун был, что работают только все для фронтов, все для победы. Вот таким приходилось делать все. И работали на лесозаготовках, и в поле надо было урожай собирать, а урожаи были тогда отменные, а убирать-то было некому. Это, конечно, большое дело, что такую выставку организовали. Это как раз назидание нашей молодежи. Да даже для нас, для всех, для пожилых людей, даже и то вспомнить, есть кого, их подвиги, участников наших. Очень жаль, что это поколение от нас уходит. На настоящее время осталось только пять женщин на территории района, участниц Великой Отечественной войны. Но это не мешает нам всем любить наших землячек, помнить о них и желать им всего самого-самого наилучшего. Выставка «Женское лицо войны. Слава вам, Ярославны!» передвижная и побывает во всех муниципальных образованиях региона. В Угличе экспозиция открыта до 19 февраля. Организаторы уверены, проект будет интересен и полезен молодому поколению. Самое главное, просто на примере вот таких женщин, дружинец, героинь, участниц, показать молодому поколению значимость победы, показать их уклад в наше мирное небо и воспитывать чувство патриотизма, начиная с самого маленького возраста. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!